Медаль нашла своего героя. 90-летняя Балтай Токенова получила орден матери-героини. По словам семьи Токеновых, награду для пожилой женщины они добивались очень долго. Причина тому – неправильное написание в удостоверении личности имени пенсионерки. Но вся эта история закончилась хэппи-эндом. На днях, благодаря стараниям своих детей, Балтай Ажи все-таки добилась заслуженного звания. Балтай Токенова приехала в Караганду, когда ей было 18. В 20 лет она вышла замуж, однако ее счастье не продлилось надолго. Через несколько лет возлюбленный Балтай Ажи покинул этот свет. Смирившись с этим, 90-летняя пенсионерка взяла на себя воспитание детей. Мать-одиночка и с домашними делами справлялась неплохо. В жизни все было и хорошее, и плохое. Все пережила. Продолжает виновница торжества. Да, одна воспитала, одна все старалась сделать. И сегодня, когда смотрю на своих детей и внуков, вижу, что неплохо я справилась. Трудно не было. Женщина, воспитавшая 10 детей, на сегодняшний день счастлива, что ей удалось поставить на ноги своих детей. На 90-м году жизни у Балтай Токеновой есть 45 внуков. Старшему сыну около 70, но и младшему под 60. А зять Жанат Смаилов прожил под одной крышей со свекровью 27 лет. И на протяжении этого времени пенсионерка Балтай Токенова ему стала второй матерью. Ничего плохого я не видел. Теща очень хорошая. И всем будущим поколениям желаю иметь такую тещу. Всегда была добра к нам. В общем, она заменила мне мать. По словам младшего сына, за медаль они боролись немало времени. Все потому, что в удостоверении личности имя пенсионерки написали неправильно. Мы во время каникулы сами помогали, работали ей. Никаких плохих нагрузок их не делали. Она сама своим трудом всех воспитала. Кто замуж, кто женился, всем помогала. Все свадьбы она сама. Перед вами лишь бы, говорит, я ушла. Все, чтобы живы, здоровы были. Мои внуки, правнуки, все дети мои. Слава Богу, что все дети ее сейчас живы, все живут. Но, несмотря на это, дети добились своего. Медаль нашла своего героя. Спасибо нашему президенту Нурсултану Назарбаеву за то, что он не забывает о пожилых людях. Желаем ему всего самого наилучшего. Самое главное – здоровья. У 90-летней Болтай Тукеновой есть одна несбыточная мечта. В 1957 году ее младший брат ушел на войну, откуда не возвращался. На сегодняшний день пенсионерка просто мечтает увидеть и попрощаться с ним. Но, как мы видим, это невозможно. Миром Гульсал Кимбаева, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.